Илья Кулик Так что все по-честному, Леша. Смотрим и удивляемся. Остановили свой выбор на листе, на грезах любви. Удивительная музыка просто. Под нее катались Людмила Белоусова, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпионат. Проект близится к финалу уже, ну, более-менее, да? И все хотят быть лучшими, и это так чувствуется. И нервы, и ругаемся порой, и, ну, по делу. Ну что может, Леша, ну что может чувствовать человек, когда его отправили в номинацию? Ты, главное, себя не загружай переживаниями, от этого легче не станет, а станет только тяжелее. И это правда, это наша тема программ олимпийских чемпионов. И есть ощущение вот такого соревнования, прям олимпийского-олимпийского. Подожди, ты же сказал, что мы пока не делаем. Нам нужно только первым. Нет, я сказал, что мы все делаем. Я вообще Лешу посадила и спросила, Леша, скажи, ты хочешь быть лучше? Чего ты хочешь от этого проекта, Леш, так победить? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Выступление этой пары мне, наверное, уместно начать с комплиментов в ваш адрес, уважаемые телезрители. Спасибо вам большое, что вы спасли, что вы сохранили Амиту Цоя и Алексея Тихонова в нашем проекте. Это было абсолютно верное решение, и ребята своим танцем доказали, что неудача в прошлом туре была случайной. Ференслист два, даже чуть больше века назад, написал свой Либерстраум. И ребята показали нам любовь. Любовь на льду, на коньках, сложную технически, но такую красивую, такую романтичную. Мне кажется, что и Илье Кулику, который выигрывал свою Олимпиаду в Нагана в 98-м году, за них сегодня не стыдно. Амита Цоя и Алексей Тихонов. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. Все 6-0, средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Какая-то безмятежная любовь, идиллия. Гидеминос, я думаю, что ты ощущал, наверное, то же самое, что ощущали все мы здесь. Прямо затаив дыхание, наблюдали за их мастерством. Это вот когда три мастера сливаются воедино, а Анита Цоя в этом номере, я считаю, была мастером. Потому что исполнять такой каскад высоких поддержек на полу-то невозможно сделать. Такой каскад, с которого начал Леша с Анитой, сначала под руки верхняя поддержка, потом чуть проехалась, и пошел целый каскад высоких поддержек. Друзья мои, я такого еще не видел. Ну и, конечно, бесконечный восторг от попадания Жулиным в тему. Вот бесконечный восторг. Мечта, которая тебя поднимает. Я это читал с первой ноты. Я думаю, ну эта мечта может только поднять и нести. И вдруг они взлетели и полетели. И весь номер, они летали. Браво. Браво и браво. Спасибо, Кита Минос. Шулпан. Столько аллюзий возникало. Когда слышался вот этот скрип конька по льду, вдруг я поймала себя на мысли, что на самом деле я все время думаю, всю дорогу думаю, что это звук пера, который пишет письмо о любви. И это были такие на самом деле любые страумы, мечты о любви, сны о любви. И это было удивительно. А по поводу поддержек. Леша, можешь меня один раз поднять туда наверх и прокатить? Могу. Потому что я вдруг подумала, что я ни разу, я же никогда там не была. И как ты так на скорости? Тебя Рома ни разу не поднимал? Наверх. Но я же не знала, что Рома это совершенно другой вид спорта, чем Леша. Наш проект на этом не заканчивается. Я думаю, что еще будет возможности. Татьяна Том. А Леша проведет. Иди. Не бойся. Он прямо тебя возьмет. Как точно ты одела платье к нашей сегодняшней программе. Гид Эминас, а ты куда собрался? Ты тоже хочешь наверх? Садись, садись. Нет, на плечо. Брови. 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 Браво! Чулпан, у тебя поменялось мнение об этой паре, о том, что ты увидела буквально несколько секунд? Что ты почувствовала? Во-первых, это очень страшно. Это так страшно. Но, наверное, когда, может быть, не в первый раз, да, Анита, ты герой, что ты не показываешь. Это вообще на лице, как будто это само собой разумеющееся. Как будто ты, ну, взлетела немножко, ну, опустилась. Лёша, спасибо большое. Ты каждый раз, Чулпан, говори, что ты хочешь. Они тебя тут будут возить, знаешь как? Что ещё не испытала? Почувствуешь? В их надёжных руках. Но даже после этого как-то глупо говорить, что очень профессионально сделано, вот это вот всё уже можно говорить, можно не говорить, потому что прочувствовали и исполнили. Вот так я скажу. И напомню вам, что под эту музыку катались Мишкутёнок с Дмитрием, Олимпийский сезон 92-го года и выиграли Олимпийские игры. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Анит, смотрела ли ты накануне кого-нибудь из фигуристов, чтобы вдохновиться этой программой? Господи, мы недавно были на юбилее потрясающего спортсмена Бобрина, и я вышла на раскатку, когда на репетиционный лёд, я была в шоке, потому что я была одна единственная непрофессиональная фигуристка, если можно так сказать. Вокруг летали, прыгали четверные, тройные, самые выдающиеся звёзды нашего фигурного катания и зарубежья. И я честно могу сказать, вот я и тебя там видела, ты знаешь, и ты мне элементы показывала. Это великое счастье вот просто побывать хотя бы пять минут на льду с такими мастерами и понимая, что пусть на своём уровне, но надо стараться. Прекрасный вид спорта, чудная музыка. А вдохновились мы, конечно же, Людмила Белоусова и Олег Протопопов, которые просто эталон классического фигурного парного катания. Но при этом мы смотрели на удивительную программу, которую создали вместе Артур Дмитриев, Наташа Мешкутёнок и Тамара Николаевна Москвина. Невозможно всё это повторить, и поэтому вместе с нашими тренерами мы решили сделать свою историю и, видимо, не ошиблись. Спасибо за высокие оценки. И сегодня Анита Цо и Алексей Тихонов были настоящей-настоящей парой. И это здорово. Спасибо большое. Нам хочется эту пару наблюдать вновь и вновь.